Приостановлена работа проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». С 28 октября по 7 ноября не будут вестись занятия ни на улице, ни в помещении. В нашем Пущинском комплексном центре социального обслуживания специалисты, работающие в дневное время и оказывающие услуги в отделении реабилитации, оказывающие услуги в работе с детьми в трудной жизненной ситуации, логопеды, психологи, массажисты, специалисты по работе с семьей на время этих каникул приостанавливают свою работу. Социальное обслуживание на дому будет продолжаться в штатном режиме. Приостановлен ночный прием в отделе социальной защиты населения Пущина. В период нерабочих дней консультацию специалиста можно получить по телефону. Все электронные услуги предоставляются в полном объеме. «Пожалуйста, строго пользуйтесь порталом государственных услуг и направляйте заявление все с необходимыми документами через портал государственных услуг. Отслеживать результат по вашим заявлениям вы всегда можете в своем личном кабинете на портале государственных услуг». Стоит отметить, срок принятия решения будет увеличен в соответствии с административным регламентом. Много вопросов у нас поступает по поводу блокировки социальных карт. Социальная карта жителей Московской области действительно будет заблокирована в период с 8 ноября у некоторых категорий наших жителей. Это те жители старше 60 лет, кто не имеет вакцинацию, не проходил, или кто не переболел в течение последних 6 месяцев ковидом. Ограничения по карте будут сняты уже после прохождения первого этапа вакцинации от ковид-19. Екатерина Рускова, Андрей Михайлов, Тимофей Акимов, ТВ, Спущино.